Кафедра была организована в 1900 году, одна из первых наряду с кафедрами анатомии, биохимии, и основателем ее является профессор Верига Бронислав Фортунатович. Это один из учеников прямых Ивана Михайловича Сеченова. Кафедра называлась тогда физиология, чуть позже она называлась нормальная физиология. Я чрезвычайно люблю физиологию, патофизиологию, которой я занимаюсь по существу, но это близкие очень науки, и я очень люблю педагогическую работу. Для меня чтение лекции – это праздник всегда. Преемственность осталась, я радуюсь, что есть молодые люди. Вот Галина Александровна – это уже старшее поколение, это были мои первые аспиранты. Вот Галина Александровна, Светлана Леонидовна в 1989 году они закончили, институт наш тоже, и пришли вдвоем в аспирантуру. Вот за это время они стали высококвалифицированными педагогами, специалистами, преподавателями физиологии. И мне не стыдно смотреть и им в глаза, и другим. После них пришли вот уже третье поколение. Сейчас есть молодые преподаватели, молодые доценты. На кафедре физиологии мы занимаемся нейрофизиологией, мы занимаемся разработкой моделей нейропатологических синдромов, важнейших заболеваний. Вот там показаны, например, авторские свидетельства или часть наших открытий. Мы занимаемся такими экспериментальными исследованиями нейрофизиологических механизмов развития эпилепсии, нарушений сна, болевых синдромов, паркинсонизма. Это те заболевания, которые сегодня очень трудно поддаются лечению. Конечно же, очень сложно идти в параллели с тем исследованием, которое проводится. Ну вот в качестве примера, в Америке два раза в год проводятся конгрессы нейронаук, общество нейронаук, нейросайенс. На нем собирается 20-30 тысяч, два раза в год. Вы представляете, какой огромный интеллектуальный потенциал задействован в решении тех же других проблем. Мы разрабатываем модели, и на этих моделях мы могли бы испытывать то, что предложат химики, фармакологи. И когда нам предлагают наши зарубежные коллеги, чаще всего, мы с ними можем проводить какие-то совместные исследования. Это является возможностью и для поездок, и для участия в каких-то конгрессах международных, для проведения стажировок. У нас был такой европейский проект, Интас назывался он. Это две страны Запада и два вуза с нашей стороны. Мы участвовали три года, финансирование было европейским обществом, и это давало возможность моим сотрудникам поехать в Голландию, в университет города Наймега, например. К нам приезжали голландские исследователи, мы проводили совместные исследования, часть здесь, часть в Голландии. Сейчас очень трудно получить эти гранты и на Западе, там процент, степень получения не более 10% из представленных проектов. Поэтому конкуренция чрезвычайно большая. Но тут получается порочный круг. Для того, чтобы тебя включили в грант, для этого должна быть у тебя соответствующая методическая материальная база для проведения исследований, современное оборудование. А без этого невозможно. Я в этом университете уже 50 лет. За эти 50 лет, конечно же, безусловно, многое изменилось и появилось много хорошего. Что-то ушло из того, что можно было бы сохранить. Ну, например, вот раньше занятия на кафедре физиологии, на лекциях были демонстрации опытов на животных. Вот. Сегодня мы этого не делаем, потому что, с одной стороны, изменилось отношение к животным, более гуманное и так далее. Появились альтернативные методы, которые дают возможность получить подобные результаты в видео, различные электронные обучающие системы. Поэтому, вот, это изменилось, например. В университете, вот, если взять, например, последние 20 лет, то, конечно же, я вижу большой прогресс. И вот эта критика, которая иногда раздается в адрес Англии, и ее Валерия Николаевича, она, наверное, ну, это не та критика, которая должна быть. Потому что, например, в 94-м году, я помню, когда пришел Валерий Николаевич, в университете было непростое тогда материально-экономическое, финансовое положение. Не было средств на зарплату, выплачивалось с большим трудом. И многие вузы пошли по пути сдачи в аренду, например, помещений, строительства различных гостиниц и так далее. Валерий Николаевич пошел другим путем. Он предложил идею преподавания на английском, французском языках для того, чтобы привлечь иностранных студентов. Многие к этому, в эту идею не поверили и критически относились. Но, тем не менее, мы были первыми в Украине, кто начал преподавание на английском языке. Сегодня уже практически все вузы во всех вузах, но у нас самый большой опыт. И это дало возможность финансирования, открытия той же типографии, к примеру, которая позволяла печатать учебники, пособия, в том числе и на английском языке, на украинском языке. До этого такой возможности не было. Открытие научных журналов, научных изданий, открытие специализированных советов. Это были его идеи, его требования. Открытие университетских клиник, одними из первых. Поэтому вот этот перечень далеко не полный. Он говорит о том, что он сохранил университет. Он не дал возможности ему закереть, разрушиться. Сохранил коллектив. Особенно после того, как Валерий Николаевич был за два месяца до окончания срока отстранен от должности, вот тогда пошла эта критика. И, конечно же, камень теперь бросить может каждый. Но пусть сделают хотя бы третью часть того, что он сделал для университета. И противниками его стали большие люди, которые потеряли власть. К сожалению, некоторые ученики оказались недостойными учителем. Потому что Валерий Николаевич всегда своим примером, как и любой учитель, он учит своими делами. Он чрезвычайно бережно и трогательно относился к своим учителям. Они у него были и по его прямой специальности, и в науке. И это было примером отношений его учеников к своему учителю. К сожалению, они не последователи. Клятва Гиппократа до тех пор, пока ее переделали в последующем на советский лад, начинается она так. Считать научившего меня искусству врачевания наравне с моими родителями. И помогать им до последних дней и так далее. Поэтому вот эта мораль, этика этих учеников, которые поднимают руку на учителя, ну это, мне кажется, и грех, и неправильно, и не должно быть так. Если ты не согласен с учителем, в этом случае ты просто уходишь. Но критиковать на каждом углу и кричать, что он разрушается, это неправильно. Тем более это не объективно и несправедливо далеко. Я был в свое время деканом факультета. Я знаю, какова эта тяжелая шапка Мономаха, нести ответственность за коллектив, за людей. Если говорить, например, объективно, все ли он сделал, что мог, наверное, не все. Но вот критика эта, если она конструктивная, он всегда прислушивается и соглашается. Поэтому, по-моему, Стендаль говорил, что опереться можно на то, что оказывает сопротивление, что сопротивляется. Поэтому вот это сопротивление, оно очень важно в руководстве, в администрации. Только оно должно быть не очень острым, а должно быть достаточно таким твердым, но не острым. Я надеюсь, что изменится отношение и к науке, и к педагогике, и к врачам. И будут созданы достойные условия. В течение этого года мы должны были бы издать учебник на английском языке для наших студентов. Вот мы его уже издали, гордимся этим. Это четвертое издание нашего учебника. Поэтому учебнику изучают физиологию во всех вузах Украины. Вот поэтому он пользуется популярностью. И поэтому уже четвертое издание нам сказали в типографии, в издательстве, что можно готовить уже пятое издание. Мы вот сейчас начали над этим работать. Мы каждое издание переделаем, улучшаем, добавляем. Мы издали вместе с нашими коллегами из других вузов. Вот краткий учебник физиологии на украинском языке. Это второе издание. Потому что вот существующие учебники зарубежные, например, видите, какой он большой. Это один из лучших учебников в мире физиологии. Он переведен на 20 языков. Он претерпел 50 изданий. Но в нем больше тысячи страниц. И, конечно же, студенты не имеют возможности в каждый раз в деталях изучать. Вообще сегодня они стремятся, чтобы было чрезвычайно кратко, просто и понятно. Вот над этим мы в этом году продолжаем работать. Сейчас мы пытаемся написать краткий учебник «Основы физиологии» на английском языке. Потому что вот эти русские обороты, сложно подчиненные предложения, они достаточно сложные. Плюс обилие материала. Поэтому надо очень кратко, тезисно, просто, понятно, над этим мы работаем. И схемы большое количество. Так что на этот год вот часть уже мы сделали, часть готовимся. Мечта нашей кафедры — приобрести современные обучающие системы, цифровые системы по важнейшим разделам физиологии человека. Это чрезвычайно важно для подготовки будущего врача. Потому что фактически врач, если отрешиться от его такой рутинной работы и сделать ее творческой, то это всегда будут физиологические подходы. Это будет всегда физиологическое мышление. Потому что диагностика состояния его дееспособности пациента — это определение так называемых границ нормы, отклонения тех или иных физиологических показателей от нормы, степени их отклонения. И на этом основывается диагностика заболеваний. И последующее лечение, терапия направлено на возврат к норме. Очень важно было бы, чтобы студенты уже на втором курсе знакомились не только теоретически, не только в виде записи электрокардиограммы, например. А чтобы они могли модулировать, изменять различные типы электрокардиограммы по типу того, что они будут встречать в последующем клинике нарушения ритма и так далее. Вот такие обучающие электронные системы позволяют это воспроизвести, позволяют им самостоятельно работать, позволяют им получить знания и так далее. Вот мы сейчас работаем над возможностью приобретения таких современных систем, ведем переписку с производителями, с реализаторами, с дистрибьюторами и надеемся в этом году, что мы получим несколько таких систем.